Доброе утро, мои пупсики! Рада приветствовать вас в моем новом влоге. Сегодня я иду на лазерную эпиляцию, на коррекцию. Вы, наверное, удивлены, что я опять иду, потому что у меня был ожог. Но теперь я почитала в интернете информацию, и теперь меня будут, так скажем, эпилировать на температуре 16, а до этого было 20, и так получилось, что у меня был ожог. Вот, поэтому как-то так. Я сейчас направляюсь туда, и еще я заказала себе роллы. Которые придут с минуты на минуту, и я буду снимать для вас мукпанк. Я решила позавтракать, потом уже идти на лазерную эпиляцию. У меня здесь осталось молоко Inesquik от мукпанка. Поэтому молоко такого коричневого цвета, как сказать, ну, наверное, бежевого цвета, потому что один раз оно уже использовалось для мукпанка. И сюда я закипаю хлопья и буду завтракать. Вот так вот. Я решила выпрямить волосы. Вот такой вот происходит у меня на голове, если я просто искупаюсь и лягу спать. Вот такой вот шухер. Каждый раз обещаю себе, что я так делать не буду. Вы просто, знаете, жарко. Хочется принять освежающий душ и потом уже лечь спать. Я так быстро засыпаю. Стараюсь голову не мочить, но в результате в конце все равно мою голову тоже. Мне повезло. На улице не то чтобы пасмурно, просто солнышка нет. Я уже вышла от лазерной эпиляции. Купила себе тапочки. Не знаю, для дома или просто. Короче, понравились, взяла себе. Еще купила себе хорошее нижнее белье. Вот. И я думаю, что его все-таки не стоит показывать, потому что, когда я показываю что-то такое, начинаются комментарии, что, Айка, зачем ты это все показываешь? Это же стыд и срам. Вот. Ну, в принципе, я так не считаю, потому что у меня вся аудитория, можно сказать, что это женская. 90% это девочки. Но все равно, дабы избежать таких комментариев, я, наверное, показывать не буду. Но я вообще любитель красивого белья. Вот мне нравится, когда дорогое, хорошее. Не старое, так скажем. Даже, может, не дорогое, а просто не старое. Вот. Еще бы зайти, взять бы малину. Но после лазера я не могу прям вот так вот разгуливать на солнышке. Хоть и коррекция, все равно это опасно. Могут быть пигментные пятна. Я уже дома, и я обнаружила внизу объявление, что теперь наш лифт будет работать по карточке. Это ужасно неудобно. Мы платим все коммунальные услуги, но те, кто не платят, теперь не смогут пользоваться лифтом. Да. Но это очень неудобно в том плане, что ты заказываешь, например, суши, и как тебе привезут до двери, если лифт работает только с карточкой. Вот такой вот момент конкретно неудобный. Купила вот такие вот тапочки. Смотрите, как красиво. Я их купила для дома, но сейчас я смотрю, в принципе, их можно и на улицу одевать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, одели бы вы их на улицу. В принципе, я думаю, в магаз так спуститься на 15 минут можно. Почему бы нет? Они очень удобные. Но размер здесь 39, и обычно я 37 ношу. Вот. Так, мне уже пришли роллы. Здесь наш любимый инди фасаби. И давайте посмотрим на роллы. Оу, какая красота. Вау. А эти маленькие я, по-моему, не заказывала. Может, что-то перепутали они? Эти маленькие я не брала. Они, видимо, мне положили в подарок. Это ябоша. Вау. Какая красота. Надо пересчитать. Я не знаю, может, они перепутали, положили. Или не было таких, и они положили. В общем, вот такая вот красота. Будем сейчас снимать мук-банг. Пожвем. Посмотрите, какие они идеальные. Просто ювелирно ровные. Мне так нравится, когда роллы сделаны аккуратно. Не только вкусные, но чтобы и красивые они у нас были. В общем, я буду все это стелить вот сюда. Всем понравились вот эти коврики, которые я показала в инстаграме. К сожалению, в магазине были еще, но они все были такие ляпистые. А мне нужны однотонные, чтобы это не сильно бросалось в глаза. Поэтому пока что я идти в супермаркеты покупать еще не буду, потому что я заранее знаю, что их там нет. Там есть, но разноцветные. Такие нам не нужны. Сейчас буду раскладывать и снимать для вас мук-банг. Ну все, я вот так вот их разложила. Смотрите, какие они идеально ровные. Идеально красивые. Какой аромат стоит. Ну просто сказка. Сейчас я приступаю к съемкам видео. А мне кажется, с этим ковриком вообще отпад смотрится. Вчера я вам в инстасторис показывала, как я здесь вытирала этот шкаф комитом и все это раскладывала. Как вы видите, я все эти гель-краски вытерла. Вот эти бумажки, они просто не отмываются. Аккуратненько разложила. Кое-что выбросила, где поджимают сроки годности. Я решила покупать гель-краски уже хорошие, дорогие. Как только эти закончатся. Но пока эти не закончатся, я ничего покупать не собираюсь. Потому что пользуюсь только я. И сроки поджимают. Дальше у нас здесь заколки, всякие бижутерии. Здесь косметика. И здесь косметичка. Как бы на месяц, да, как правильно. Это средство, которым я пользуюсь каждый день и пытаюсь добить до конца. В этом ящике тоже я порядок сделала. Я, в общем, вам показывала в Инстасторис. Думаю, что особо останавливаться на этом не буду. Просто хотела сказать, что если я буду выходить замуж... Нет. Когда я буду выходить замуж, я куплю себе три шкафа. Огромных шкафов, чтобы весь мой хлам можно было поместить. Потому что здесь у меня очень мало пространства, куда можно положить свои вещи. Как вы знаете, я немножко шипоголик, и все поместить прям невозможно. Я, кстати, пришла домой и до сих пор не переоделась. Сейчас переоденусь во что-то легкое. Это вот нужно погладить. Вообще, многие вещи здесь лежат очень неаккуратно. Это все нужно погладить, отрезать лишние ниточки. Это комбинезонок, кстати. А я вам покажу, я его не показывала. Сейчас надену и покажу вам. Это я покупала в Нью-Йоркере. Хотя нет, во влоге я вам показывала точно. Забыла совсем. В общем, все это нужно вынуть. Зимние вещи убрать. Все остальные вещи погладить и разложить по местам. Вот так вот аккуратненько складываю свои вещи. Но есть вещи, которые у меня прям под вопросом. Например, вот эти шортики. Не знаю, буду ли я их носить или нет. Уже, наверное, три года, если не больше, как я их купила. И что-то ни разу, да, ни разу не носила. Только фотографировалась дома в них. Вот сейчас не знаю, куда их девать. Так, здесь у нас уже полнейший порядок. А вот сюда я положила вещи, которые я не особо ношу. И вот сюда вот это все. Шортики я решила пока что оставить. Там дальше видно будет. А вот это все нужно гладить. Мне очень нравится вот этот мой костюмчик. Это такая кофточка топ и брюки. Но маме вообще не нравится. Я вам одену, после того как поглажу и покажу. И еще вот этот комбинезон, который новый купила. Здесь кое-где торчат нитки. Их нужно отрезать. Я покупала в Нью-Йоркере. В принципе, во влоге вы могли это видеть. Сейчас тоже поглажу и положу на место. Повешу. Ну вот сейчас... Ой, стоять. Так. Ну вот я установила свой телефон. И мы приступаем к глажке. Очень интересный влог, согласитесь. Так интересно смотреть, как я глажу. Но мне кажется, каждый влог должен состоять из твоей жизни. А что мне делать, что моя жизнь такая скучная? Глажка, стирка, готовка. Вот, кстати, готовить я вообще не люблю. У всех людей есть домашние обязанности, которые они любят. Есть домашние обязанности, которые не очень любят. Так вот, гладить я люблю. Даже рубашки. Ну вот, что касается готовки, я чувствую всегда перед собой ответственность. Аккуратнее, бабушка. Это бабушка. Я не стесняюсь при ней снимать видео. И вообще... А это лесгинский язык. Вот. Если блюдо должна кушать вся семья, я чувствую перед собой такую ответственность. И стопудово у меня не получится даже какое-то коронное блюдо. Вот я снимала для вас видео, как я делаю сладости из творога. В обычные дни я готовлю эту сладость, и вроде бы нормально получается. Но когда я чувствую какую-то ответственность, у меня уже ничего, нифига не получается. Так что как-то так. Лучше я буду гладить, убирать, стирать, мыть полы, чем готовить. У меня прям сразу мандраж начинается, что сейчас пересолю, или не досолю. Сгорит. Вот. А так я по дому обязанности делаю. Мне как бы в кайф. Я всегда, когда глажу, ставлю какую-то передачу на телефоне, на компьютере. Лучше на компьютере, так даже интереснее. И просто слушаю Малахова, например, и глажу. Мне так даже интереснее, чем просто сидеть и втыкать в компьютер. Так я не люблю. Обязательно кто-то на фоне должен болтать. Вот так вот выглядит костюмчик. В нем прохладно. Мне кажется, смотрится очень стильно. И брюки немножечко кратковаты. Когда я покупала, был такой оливковый, черный и красный. Но я подумала, что этот цвет выглядит очень богато, красиво. Когда я покупала, мама просто меня отговаривала, что какой ужас, не бери. Но я ничуть не жалею, что взяла. По-моему, в то время я особо влогов вам не снимала и не показывала. Поэтому решила показать вот сейчас. А другой комбинацион я вам показывать не буду, потому что я его погладила, уже повесила. Я его показывала буквально влог назад. Думаю, что смысла нет. Я, короче, сегодня весь день стараюсь что-то делать, убираться, раскладывать по местам, гладить и так далее. Но такое ощущение по моей квартире, что я ни хрена сегодня не делала. Наоборот, все вот так вот разбросала и лежу себе. Не знаю, бывает ли у вас такое, но у меня бывают конкретно дни, когда я целый день работаю, но ничего не видно. Просто ничего не видно. А еще, кстати, я не знаю, вот так вот, с такого ракурса вам будет видно или нет. Но вот посмотрите, что у меня после лазерной эпиляции. У меня какие-то бугры, я вам сейчас вблизи покажу это, и чешутся, очень чешутся руки. Не знаю, с чем это связано, я пошла на коррекцию. Чешутся последнее время мне конкретно не везет с лазером, даже не знаю, что делать. А еще, я нашла в закромах вот такую вот штуку. Это лимонад, который мне подарил мой двоюродный брат, по-моему, на 14-летие. В общем, это не спиртной напиток, это просто лимонад с моей фотографией. Вот это я, и это тоже я. Не помню, какой год, может, здесь даже написано. Нет, к сожалению, не написано. Я хочу как-то в мукбанке открыть и вместе с вами распить и спробовать этот напиток. Хотя даже не знаю, как он открывается. Короче, разберемся. А сейчас я буду кушать кукурузу, и у меня просто вода в таком бокале. Я чувствую себя олигархом, когда беру в руки этот бокал, даже если он пустой. Приступаем к еде. А эти тапочки свидетельствуют о том, что деньги мы зарабатываем честно. Кто понял, тот понял. Тапочки из отеля. Мукпанг по влоге. Здесь у нас, значит, порядочек. Что касается вещей в шкафу, я просто не знаю, убирать ли зимние вещи. Конечно же, убирать, просто я не знаю куда. Это все зимние вещи. Под кроватью места нету. Я пробовала несколько раз все это отправлять в балкон, в пакетах, но в результате все вещи сгнили, потому что балкон у нас не застекленный. В общем, как-то так. А когда вещей много, смотрите, что получается. Вот это платье, вот это, я покупала в прошлом году. Оно висело в шкафу, поглаженное. И посмотрите, как оно помялось, потому что вещей много. Вот. Хотите, одену, сейчас вам покажу. Я не поленилась, примерила, правда, с темным бюстгальтером, но, в принципе, суть платья, вы поняли. Оно достаточно короткое, но фишка в том, что сзади оно чуть-чуть подлиннее. И когда вы нагинаетесь, попу не видно. Вот. Мне платье очень нравится, но проблема в том, что это платье очень трудно гладить. А вот, когда в шкафу так все битком, смотрите, все помялось. Нужно опять гладить. Прошлым летом покупала, просто в восторге. На этом все, ребята. Уже вынуждена с вами прощаться, потому что сейчас собираюсь немножечко покушать, перекусчик. Вот. И потом уже я буду спать, а перед сном хочу посмотреть эту передачу Алена Блин. Вот с Костюшкиным. Хотя я не фанатка его творчества, просто там есть один скандальчик интересный. Вот. Поэтому хочу посмотреть. А вам я желаю спокойной ночи. Спасибо, что досмотрели мой влог до конца. Сегодня обязательно будут еще видео. Будет мукбанг как минимум один, как максимум два. Мы посмотрим, как карты там лягут. Вот. Всем желаю удачного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok